Наши новости в каждый дом. Теперь это стало возможным. Региональным каналам выделили время для вещания на федеральном канале ОТР. Он входит в 20 обязательных бесплатных цифровых каналов. Региональная повестка насыщенная. Поэтому нахождение регионального канала и охват всей аудитории, и донесение региональной повестки, в наш взгляд, это очень важно. Через это граждане, во-первых, понимают, что происходит по всей республике. Они могут сообщать о каких-то своих инициативах, могут увеличиваться увлечённые жители. Поэтому мы считаем, что это важно и принципиально даже нужно сохранить региональное телевещание. Теперь ежедневно два часа в день на канале ОТР с 7 до 8 утра и с 6 до 7 вечера жители Удмуртии смогут смотреть по будням наши главные информационные программы, а по выходным лучшие авторские проекты. В лицензии общественного телевидения России стоит язык вещания русский. И на сегодняшний день мы пока будем вещать на русском языке. Но вот этот вопрос о национальных языках, он, конечно, поднимается. И я думаю, что в ближайшем будущем мы также будем вещать и на национальном языке в общественном телевидении России. А пока весь национальный контент сохранится на круглосуточном канале Удмуртия на 21-й кнопке. По-прежнему программы на трёх языках – русском, удмуртском и татарском. Они доступны всем, кто смотрит кабельное или спутниковое телевидение, триколор и телекарта. Первый раз на ОТР новости Удмуртии выйдут 29 ноября. До этого времени сотрудники РТПЦ перестроят оборудование первого мультиплекса. Работы проведут в ночь с 11 на 12 ноября. Утром, если вы на экране своего телевизора не увидели первый мультиплекс, нужно будет просто снова выбрать автопоиск, и каналы у вас появятся на экране телевизора. Если с приёмом или настройкой цифровых каналов возникают проблемы, за помощью можно по-прежнему обратиться на горячую линию. Альбина Валикжанина, Юрий Зелененький. Новости.